Большая разница Иван, как вы думаете, как бы изменился американский кинематограф в условиях жесткой цензуры? Что это вас туда понесло, Александр? Просто интересно, выживет ли голливудский блокбастер без крепких словечек? Ну, если это новогодняя комедия, то да. А если это боевик с участием Дона Дракона Уилсона? Александр, ну я думаю тоже да, просто диалоги бы изменились. Например, знаменитая сцена, где Дон Дракон убегает от полиции и говорит своему водителю «Скорее, скорее, торопись, служивый, управляй нашим транспортным средством, а то полисмены схватят нас за ягодицы, а меня могут и оскопить». Александр, а почему вы вдруг заинтересовались этим странным абстрактным вопросом? Да просто мы сейчас с вами посмотрим пародию на Камеди Клаб в условиях жесткой советской цензуры. Итак, представьте, друзья, 1969 год. У телевизора 27-летний Саша Цикало смотрит Камеди Клаб. Здравствуйте, дорогие товарищи! А также не комсомольцы. Вы смотрите Клуб Комедии и Сатиры на единственном канале. Товарищи, давайте поржем. Давайте, давайте поржем. И перержем всю Америку. А я приглашаю на сцену нашего товарища. Встречайте, Павел, дружок, Воля! А я приглашаю на сцену нашего товарища. «Кривые ноги, маленькие сиськи, жлоб». «Ни кочега, ни плотники, но сочинений горьких нет, как нет, как нет, как нет, как нет». Теперь подробнее. Как же я рад вас всех видеть. С кого начнем? «Фабрика есть в зале?» «Фабрика есть, девки?» «Где?» «Фабрика». «А что вы улыбаетесь?» «Что сегодня для страны производила фабрика?» «Опять только впечатление?» «Мужчины в зале есть?» «Рабочие есть в зале?» «Во!» «Так, фабрику рабочим». «А вот сидит директор завода керамики Верник». «Сидит и улыбается во всю свою продукцию». «А сейчас внимание, кого я вижу?» «Директор мясокомбината Гусма». «Давайте так, я про вас ничего не скажу». «А вы мне колбасу к Новому году, а?» «Вот, ребята, из Comedy Club». «Советская власть вас выучила бесплатно, дала вам высшее образование». «А вы материтесь, как сапожники». «Отбросы общества, тунеядцы». «Вот один мужик среди вас нормальный, это Павлик Морозов Воля». «Ему респект». «Давай, брат». «Павел Пионер Воля». «Восход Клаб». «А мы не прерываемся, потому что прерываться нам пока не на что». «Встречайте, лауреат Третий Ленинский премии Вадим Доброволец Галыкин!» «Привет!» «Ну что, я вам расскажу про сумки». «Чемодан». «Чемодан-сумка большой». «В нем, значит, и плавки, и шлепки, и два комплекта постельного белья». «Потому что, что, в Адлиле снять жилье тяжело, а обменять у бабусек белье на вино запроста». «Авоська». «Авоська». «Авоська-сумка дырявый». «Зато видно, когда товарищ купил вино, на какие средства товарищ живет». «Рюкзак». «Рюкзак-сумка нужный. «Он и картошку из гаража принести, и книжки назад отнести». «Ведро». «Ведро-сумка для рыбы». «Тут нечего добавить». «Кенгуру». «Кенгуру-сумка с ребенком». «Вот такой вот товарищи багаж». «С вами был Сомка Вадим Галыгин». «А сейчас у нас на сцене наши братья, товарищи сестры, Зайцевы!» «И у нас на связи наш специальный корреспондент». «Роман». «Роман». «Татьяна». «Роман, где вы сейчас находитесь?» «И почему шепотом?» «Татьяна». «Я нахожусь возле дачи Сталина». «И что вы видите, Роман?» «Я ничего не вижу». «Я нахожусь от дачи Сталина в 30 километрах и уже наложил штаны». «Может, вы повнимательней посмотрите, что вы там видите, Роман?» «Ничего не вижу. Мне завязали глаза и куда-то везут». «А, вот-вот-вот, я начинаю видеть». «И что вы видите?» «Я вижу, как первый раз пошёл в школу. «Как мама привела меня на секцию. Как первый раз поцеловался с Любкой на последнем звонке. У меня родился сын». «Я вас никогда не забуду. Прощайте, Роман». «А сейчас как вы думаете, кто появится на этой сцене?» «Да нечего гадать. Они всегда появляются в самом конце». «Агитбригада». «Гарик Мухтар Харламов». «И Гарик Беспартийный». «Мартирася». «Эти глаза напрочь, Алина с тобой во мне. Эти глаза напрочь, яркие все теплее. Эти глаза напрочь, чайно цвета. Эти глаза напрочь. Сначала мы показывали вам миниатюру из-под полы. «Это он придумал». «Мы вместе придумали». «Готов, Гарик?» «Готов, Гарик». «Я готов». «Так начинай!» «Здравствуйте!» «Здравствуйте, здравствуйте!» «У меня такое дело... «Такое дело, знаете, дело...» «Как вам объяснить?» «Экстраординарное?» «Очень!» «Да, понял». «Очень!» «Жена рожает, рождается сын, я уже знаю. Мне бы что-нибудь у вас такое приобрести, этакое». «Экстраординарное!» «У вас есть икра!» «Тише, тише! Что варёте, икра, икра? У нас нет икра!» «Как нет икра!» «Мне же вот сказали, у вас прямо здесь есть икра!» «Фика!» «Вы, наверное, от Сергея Леонидовича, да?» «Нет!» «Как вы, не от Сергея Леонидовича?» «Я не могу быть от Сергея Леонидовича. Я от Олега Валерьевича». «А, вы от Олега Валерьевича! А кто такой Олег Валерьевич? Я не знаю никакого Олега Валерьевича». «Хочется, подожди! Подождите, стойте!» «Хорошо! А джинсы у вас есть?» «Слушайте, давайте сначала с икрой разберёмся, да?» «Хорошо. Ух ты, нифига себе! Скажите, а вы можете моего сына в МГУ устроить?» «А вы икру купите?» «Нет, ну да я сразу же её купи, я её хочу попробовать!» «Вы что, с ума сошли? Я что, для анимации её буду открывать? Это же икра!» «Значит, сына в МГУ он устроить может, а банку с икрой открыть не может!» «Знаете что? Сына от армии устроить, это вам не банку открыть, это же икра!» «А можете сына от армии отмазать?» «А что, у вас есть сын?» «Ну подождите, он родится, я его воспитаю, отмажете?» «Икру купите, отмажу! Хотя зачем его отмазывать, если я всё равно его в МГУ устраиваю?» «А если куплю, вы можете устроить, чтобы за границу сын поехал, а?» «Так вы ещё не родили его!» «Нет, ну подождите, я рожу, отмажете, поступит, поедет!» «Подождите, а если, если у меня родится дочь?» «Серьёзно, у тебя дочь родилась?» «Пожалуйста, конфетку и портрет!» «Я вам песенку спою про нас, союз!» «На столе деликатес — это арбуз!» «Пусть узнают все на свете и в ДК, и в Сельсовете эту песенку про нас, союз!» «СССР, СССР, в день рождения книгу даришь!» «СССР, СССР, нету секса, есть товарищ!» «СССР, все равны и алкаш, и портработник СССР!» «Все должны дружно выйти на субботник, знают все!» «СССР, КГБ приедет вскоре, помиритесь те, кто в ссоре!» «Пусть подхватит и студент и инженер эту песенку мою про СССР!» «Но пока я песню пела, с СССР уж прилетела новый строй!» «Прощай, СССР!» «Это был Восход Клаб на единственном канале!» «До встречи, товарищи!» «Это была пародия на Камеди Клаб!» «И мы прямо сейчас хотели бы пригласить делегата от всех представителей Камеди Клаб, которые сидят в первом ряду!» «Ну, например, Гаррика Мартиросяна на сцену!» «Пожалуйста, Гаррика!» «С Новым годом!» «Ну, во-первых, для тех, кто не смотрел никогда Камеди Клаб, а таких много в этом зале в том числе, я хочу сказать, что Камеди Клаб — это не только я, но и многие ребята, которые сегодня сидят в первом ряду!» «Поаплодируйте в первую очередь им, которые сегодня пришли!» «Гарик, ну, вам как одному из участников Камеди Клаб, который играет, конечно, не первую роль, но тем не менее, понравилась ли пародия?» «Что говорят там в первом ряду?» «Некоторые узнали себя, даже некоторые узнали тех, кого нет в Камеди Клабе, и особенно Вадим Галыгин, он, к сожалению, уже благополучно из Камеди Клаб ушел в рекламу, но Харламов очень смешной для меня лично был» «Пародия!» «Нет, сам Харламов!» «Да, безусловно!» «А прямо сейчас мы бы хотели продемонстрировать таланты Гарик. Гарик говорит на всех языках мира». «В том числе и на русском, это очень важно сегодня». «Да, ты это демонстрировал уже в течение первой части нашего разговора, а вот сейчас мы бы хотели попросить Гарик тебя прочитать стихотворение, ну, лучше не петь, прочитать, как стихи, песню «В лесу родилась елочка». «Да, и мы, Саша, тебе будем говорить язык». «На каком языке нужно продолжать читать». «И ты будешь моментально переключаться, ты это можешь, мы это знаем. А если нет, то не видать тебе тормашки». «В лесу родилась елочка в исполнении полиглота Гаррика Юрьевича Мартырасяна». «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». «Немецкий». «Польский». «Польский». «Испанский». «Португальский». «Чешский». «Страшидло на тощак». «Дамы, господа, Гарик Мартырасяна, человек, который говорит на всех языках. Я надеюсь, что сейчас аудитория первого канала увеличилась. Я бы хотел, Гарик, тебе вручить сейчас приз». «Спасибо». 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 «В твоём лице, Гарик, мы бы хотели вручить золотую тормашку всему каменде клубу. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. На самом деле, я хотел бы пояснить, мы действительно, я бы не стал называть нас коллективом, мы всё-таки конгломерат. Чем отличается конгломерат от коллектива? Это случайное скопление людей. И мы, в первую очередь, любим очень посмеяться сами над собой, что мы сегодня и делаем, в принципе, весь вечер. Ребята, это наша награда! ПЕСНЯ Что стряслось, Иван? Александр, как вы относитесь к пенсионерам? Своих не сдаём! Александр, подождите, не кипятитесь. Мой вопрос ведь в том, как вы относитесь к тем людям, которые выдают себя за пенсионеров? Я имею в виду тех молодых людей, которые переодеваются в старушек. Любопытно, никогда ничего подобного не слышал. Да вы что, Александр? Вот ведь удивительно. Специально для вас и для таких, как вы, прямо сейчас пародия на программу «Субботний вечер в большой разнице». Цветочек, смотри, какие машины-то, а? Хорошая машина-то, да? Чё-то застеснялся-то? Иди, цветочек. О! Здравствуйте, добрый вечер! Субботний вечер! А кто это такие-то, а? Как кто такие-то? Что, цветочек-то? Так телевизоры смотришь выключенным? Это же два знаменитых ведущих. Вот, это вот Ургант, это вот Цикало. Не узнал, что ли, цветочек? Ты что-то? Ургант, и он что такое? Аббревиатурша какая? Уральский государственный университет токарей? Сама ты аббревиатура-то, цветочек, что говоришь-то такое. Аббревиатура-то такая железка в бетонной стене такая, а Ургант, это вот такая вот прям Цикало, да? На, подержи. Вы извините, мы пойдем. Пойдете, идите, ребят, идите. Поаплодируйте ребятам-то. Хорошая машина-то, а? Ой, не знаю, чё-то я разволновалась. А чё ты разволновалась-то? Не знаю. Вот это вот платочек-то пожуй, пожуй платочек-то. Чего ещё? А чего ещё? Я видала по телевизору, там мужчина так по телефону говорила, разволновалась так, цветочек пожевал платочек-то и всё, успокоился, да. Пожуй, пожуй, успокоишься. Ну что ж, добрый вечер. У нас сегодня неожиданный певец, но родный Коля Басков. Коля, а почему у нас такой странный дуэт? И о чём вообще могут разговаривать ребёнок и двенадцатилетняя девочка? А ответить, как всегда, мне поможет песня. Цветут ли цветы небывавые? Влекут ли мечты запоздавые? Ругает и плачет шарманка, взяла ипотеку банка. Спасибо, спасибо, спасибо вам, Николай, читаю я в ваших глазах. Яркий мужчина, Коля Басков, аплодисменты. Хорошая песня про аптеку. Как аж аптека-то, песня про ипотеку совсем сдурела. Тебя кризис мозг разъел совсем. Ой, Цветочек, а тебя кризис как коснулся-то? Да неважно как, наконец-то меня хоть кто-то коснулся. Ой, ты смотри, вот на Колю Баскова-то всё прям слёнки текут, текут. Такой сладкий-то мужчина. Ой, прям тебя на его концерт не пустят, Цветочек, совсем не пустят. А чего ещё? Диабетиком сладкое нельзя, да? А так на Колю-то посмотришь пять минут, и чай можно без сахара пить. Да. Я думаю, куда это у нас зеркало-то стремо пропало? А ты Колю Басков с него пиджак сшил. Ну, молодец. Блестящий мужчина. У нас сейчас поёт в программе совершенно неожиданный певец. Коля Басков. Коля Басков. Дорогие друзья, спасибо. Для вас вновь поёт золотой голос, бриллиантовый храп и платиновый кашель России. Николай Басков. Коль, ну почему ты меня никогда не представляешь? Ну, потому что у меня слишком много корпоративов. Ну, мне очень сложно держать всё в голове, понимаешь? Знаешь, сколько мне нужно запомнить имён? Вот, например, вот это. Сергей Леонидович Бехтерев. На свете нет лучше директора. Ирина Петровна Гальперина. Ты сердце, душа бухгалтерии. Ильяс Ахмадулович Баев. Компанией всей управляет. Спасибо друзьям. Ну, Коля Басков. Ой, какой молодец, остроумный Коля Баска. Ой, это что за Коля Баска? Колбаса шинова какая? Сама эта колбаса, это певец такой, Коля Баска. Яркий, блестящий певец такой. Ты вот, Матрёна, скажи. А что бережень-то не потерять? В чём деньги-то хранишь? Ну, как в чём храню? Так как все храню. В трёх разных валютах. В гречке, в рисе и макаронах на полке сверху. Ты чё ж, сдурел, что ли? Макароны-то могут упасть. А чё упасть-то? Ты вот лучше посмотри, какой мужчина там сидит, а? Яркий, блестящий, скажи. Ой, какой мужчина. Коль, ты не сгораживай, ты отойди. Не сгораживай, Коль. Ой, какой мужчина в очках-то сидит. Мартиросян, что ли? Волосатый мартиросянестый такой. Коль, ну когда я буду петь в нашей программе? Ты будешь петь тогда, когда мне надоест. А мне не надоест. My name, Николай. I am singer. I like Coca-Cola and stringy. Believe me, believe me, сейчас пою. Готовлю себя к Евровидению. Спасибо, спасибо, друзья. Дорогие друзья, время нашей программы ограничено. И наконец-то мы сможем пойти домой и смыть себе грим и позор. Нормально, да? Грим и позор. Вообще наглела эта девочка. Знаешь, ты что думаешь, детка моя, что я 8 лет в театральном училище учился, если ты должен старый трансвестит и играть? Ты чего? Чего это? Выйди уже из образа. Чего? Чего? Мужчина-то надоел. Так я уже вышел давно. Куда ты вышел? Я сейчас выйду. Что думаете, вот так вот ходить в этом? Нормально это все? Чешется все время. Это блохастые какие-то колготки. Не могу. Думаешь, мне охота, что ли? Хочу наконец себе волосы на ногах отрастить. Как мужик одеться. И все, и в комедий-клаб. То есть мужской юмор показывать. Как Рева. Как Рева, да. Алло, это субботний вечер? Непонятно. Непонятно. Коу, представляешь, я думаю, они бабушки, а не дяденьки. Ты знаешь, я тоже раньше думал, Челси – это мальчики или девочки. А это оказался такой футбольный клуб. Ну давай, цветочки, будем прощаться, да? Давай, девочки, будем прощаться. До свидания, дорогие друзья. До встречи в субботний вечер. До встречи в субботний вечер.